здравствуйте дорогие друзья сегодня у нас очередной вопрос и на него ответ как правильно выбрать крестного родителя как правильно крестную мать и чем руководствоваться при поисках таковых для крестин а это очень ответственный шаг крестных еще называют восприемником так правильно их называть почему потому что они принимают на себя берут на себя такую ответственность быть духовным родителями наставлять своих восприемников приводить их в храм приводить приноситесь это маленькие деточки к причастию на причастие учить их закону божию и в первую учить своим личным примером если это таковой человек то конечно нужно его просить чтобы стал крестным родителем но часто еще раз подчеркну сталкивается с тем что ну сосед или какая-то подруга друг ну будь крестным родителям а он сам ничего не знает что делать то тогда конечно воцерковляться не зря сегодня мы проводим не одну беседу огласительную перед таинством крещения чтобы будущую крестные родители между этими беседами могли также почитать задать возникающие у них вопросы но что делать если нету как таковых крестных или одна крестная или один крестный принципе если это достойный человек этого церковленный человек кто достаточно но если ни одного нету но это ребеночек и хочется укрестить но разные жизни обстоятельства бывают ну что делать в этой ситуации попросить батюшку чтобы он стал восприимником в том храме где будет совершаться это таинство ведь это не треба это вот не за то что мы так сказать захотели или это модно ни в коем случае это таинство которое господь саму стану своим личным примером укрестился на водах иорданских вот иоанна крестителя он показал своим личным примером мы еще называем этот день богоявление явление всей троицы как же нам к этому относиться иначе очень серьезно ответственно пошло сам господь дает начало этому таинству и когда возносится на небеса он говорит мы это можем прочитать от матфея в последней главе по 7 стихах идите научите все народы крестя их во имя отца и сына и святого духа то есть господь нас наставляет что нам нужно делать приходим мы с крестными будущими родителями и начинаем может быть даже сначала почему потому что если сейчас они не изменят свою жизнь и переломят свое свой быт останутся такими же изредка заходящими в храм то ничего хорошего не ждет ребенка ведь ребенок чувствует и в частности не только грехи своих родителей но и восприемников зачем эту тягость должен чувствовать ребенок он рожден чтобы прийти к богу как святой отец говорит вспышка вечности чтобы он успел благодаря крестным родителям научиться меньше грешить и больше творить добродетели угождая богу маленький ребеночек крестится по вере крестных родителей почему и крестные родители во время таинства крещения читает молитвам с силам веры во что православный человек верует и исповедует он не просто читает по он наизусть читать он понимает что он читает если он это понимает как минимум он уже берет доброе начало православного христианина если он даже не знает что такое как можно брать в духовные родители своему ребенку такого человека ни в коем случае не нужно этого делать часто возникает вопрос а можно ли отказаться быть крестным родителям можно даже порой нужно если вы считаете что вы не сможете достойного воспитания дать этой деточки вы не сможете привести ее к богу по разным причинам может быть вы уедете редко с можете уделять внимание ведь не зря ян златоуст святитель первых веков сказал что не неродение а чадах наибольший грех родителей конечно нельзя проявлять неродение это тот пластилинка из которого нужно вылепить духовную личность мы берем на восприимание не только чтобы научить мы будущих своих молитвенников берем беремся воспитывать вы часто ли видели что если достойно родители родные крестные родители вере воспитывать чтобы родители оказались в итоге в стардоме нет а почему потому что закон совести закон божий не позволит дитю со временем выросшему нарушить заповедь чти отца и матери то и будьте благо долголетиями будешь на земле он не сможет взять просто напросто грех на душу но когда мы достойно воспитываем как минимум мы молимся от своих восприимников часто горит батюшка а можно взять одного крестную или одну крестную состоятелю богатую чтобы подарочки делала или помогала там продвижение жизни одного во церковь человека это не рынок здесь с богом и игры не пройдут человек духовно рождается а если правильная его душа воскресает для жизни этой и вечной когда прикрещение дается ангелохранитель и который будет рядышком предстоять и оберегать господь милостив он всегда оберегает деточек особенно он и указывает на их значимость вспомните в одном из ванильских чтений мы читаем как господь говорит будьте как дети таковых есть царство небесное не разумом а чистотою души если бы мы были так чисты и открыты а порой даже где-то чуть-чуть наивны как дети то многих бы проблем и грехов мы бы не совершили а многих бед избежали поэтому при выборе крестного родителя руководствуясь в первую очередь его воцерковленностью его ответственностью насколько он деляется своей душе время как он часто исповедуется и причащается это очень важные моменты бездрастно безбожного человека в крестные родители брать ни в коем случае нельзя храни вас господь с вами был священник константин мальцев и и и и и и